Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Зажим девочков тягивает меня в любовный треугольник. Познакомился с ней, у нас развернулось достаточно неплохое общение, флирт, все дела. Потом я узнаю, что есть третье лицо, а там до треугольника Карпина недалеко. Зачем мне это? Поэтому я все прекратил, да я ей понравился. Она сказала, что не прочь мне общаться, в том числе и интимных отношений. Она заигрывалась со мной. Я не понимаю, если у тебя уже есть кто-то, зачем я ей понадобился. Чтобы я уже знал, что так может быть, сразу это пресекать пока не поздно. В дополнение пишет автор вопроса. Я пытливый человек сам по себе. А чувствую, что это ненормально, и что я не собираюсь быть для нее жилеткой и любовником. Ранее не было таких ситуаций. Если бы я знал, если я знал, что у девочки уже есть кто-то, я не пытался дальше что-то развивать. Ну что же. Противоречивая возникает ситуация. С одной стороны, вроде бы довольно четкая позиция у вас наблюдается. Ну то есть, у девочки есть что-то еще, вы не хотите быть третьим в этой ситуации. Вас более чем можно понять. То есть, ну, довольно четкая, в общем и целом, на мой взгляд, достойное уважение, как я бы сказал, позиция. Вот. Есть только одна проблема. Проблема эта, как мне кажется, заключается в том, что вы как будто бы сами этой позиции не соответствуете что-то. То есть, как будто бы вы сами в нее, ну, как будто не верите, может быть. Или если верите, то, ну, скажем, скажем так, вот, как-то недостаточно вам этого, да. То есть, как будто бы вот вы испытываете, ну, какое-то противоречие, скажем так. Вот. И это, как мне кажется, как мне кажется, ключевой момент в этой ситуации, вот. То есть, вы принимаете решение какое-то, вот. Вы принимаете какое-то решение. Вам это решение не по душе внутренне, но вы чувствуете, что должны ему следовать этому решению. Хотя вам, вероятно, не хочется. Если это так, то основанием для вот того, что вы описываете, на мой взгляд, является ваша вот эта самая пытливость. А именно, некая такая, ну, возможно, некая такая тревожность, некий такой страх и такое вот чрезвычайно важное, уделяемое вам и значение тому, свободная девочка или нет. Нет, если для вас это важно, все супер, если для вас это важно, все здорово, но речь-то не просто об этом, как мне кажется. Речь немножко о другом, речь идёт о том, что вас это задело, речь идёт о том, что вас, вам это, ну, как-то вот неприятно, что ли, вот. Речь идёт о том, что не только в позиции ваше дело и попытка вашего человека понять в данном случае выглядит именно как желание, выглядит как желание компенсировать вот то, что вам неприятно было, то, что вас задело. Может быть, вы рассчитывали на отношения, может быть, она вам очень понравилась, может быть, вы испытывали к ней тот самый сексуальный интерес, на котором вы писали в своём тексте, вот. А из-за своего так называемого принципа этого всего вы лишились. И вроде бы вы и от принципа своего отказаться не готовы, не готовы отказаться от своей позиции, и это, пожалуй, нормально, потому что, ну, вы имеете право на свою позицию, и ваша позиция, это ваша позиция, но в то же время есть и другие моменты, и вот эти другие моменты как раз, вот эти другие аспекты как раз, эти другие аспекты, они вас и напрягают. Вот, поэтому самым, на мой взгляд, лучшим решением в этой ситуации было бы признать, что вас как-то задела эта история, было бы признать, что как-то вам, ну, вот как-то причинила боль вам эта история, и просто признав, что эту боль вы ощущаете прямо сейчас, вот, начать её проживать. Чем быстрее вы это сделаете, тем, чем честнее вы будете с собой, вот, тем для вас эта ситуация будет, ну, на мой взгляд, более легче прожила. Дальше, я должен, ну, согласиться с коллегой своим, который сказал, что треугольник Карпмана и любовный, любовный треугольник, это не то же самое, это правда, это разные вещи, хотя часто они похожи, но это всё же разное, и треугольник Карпмана это одно, а в любом треугольнике это другое, вот. Поэтому, и здесь ещё очень важный момент, если вы заговорили о треугольнике Карпмана, то какую роль себе в этом треугольнике вы отводите, раз вы знаете, что такое треугольник Карпмана, то я думаю, что вы знаете, какую роль в этом треугольнике, по большому счёту, вы сами себе отводите, вот, что это за роль, которую вы сами себе отводите, очень важный момент, если вы отводите себе в треугольнике роль, например, спасителя, это одно, а если вы себе отводите роль жертвы, это другое. Я не буду предполагать, какая у вас роль, потому что роль может быть с равной долей вероятности та или та, или другая роль, вот, на мой взгляд, поэтому я не буду утверждать, какую роль вы боитесь, скажем так, занять, да, вот. Но я знаю точно, что какой бы роль, какая бы роль в треугольнике Карпмана не занималась, всё дело в личной ответственности, то есть все, абсолютно все в треугольнике Карпмана являются жертвами, и жертвой также из этого, получается, являетесь вы, и жертвой этот человек, который не берёт на себя ответственность, не берёт ответственность за то, что с ним происходит, за то, что происходит в его психической и реальной жизни. Вот, поэтому, чтобы не попадать в треугольник Карпмана, вот, и не разрывать отношения тогда, когда, может быть, вам этого хочется, как, точнее, когда вам этого не хочется, вот, чтобы не разрывать отношения тогда, когда вам этого не хочется, чтобы, может быть, как-то, ну, более гибко, может быть, ну, себя вести, да, чтобы как-то более гибко себя проявлять, да, может быть, не так вот ригидно, как вы это, ну, как вы демонстрируете это сейчас, вот, то есть, когда вам, ну, хочется чего-то, да, когда вы хотели бы чего-то, вот, но вот себе не позволяете, и одну модель поведения применяете ко всем типовым ситуациям, но, на самом деле, ситуации не такие уж типовые, научиться брать личные ответственности вам может помочь психолог. На этом все, я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, я желаю вам всего самого доброго и удачи.